Он пах испорченный косметикой. Что это такое? Я не понимаю. Боже, я просто умоляю, пожалуйста, пусть эта косметика будет лучше, чем косметика Селены Гомес. Но мне не хочется, чтобы было плохо. Всем хай! Сегодня у нас с вами будет обзор на косметику от Милли Бобби Браун. Eleven из Stranger Things. Боже мой! Сколько раз вы писали и просили меня проверить эту косметику? Сколько раз я хотела проверить ее, но сколько раз я не могла найти ее, чтобы заказать? Сейчас... Ладно, на самом деле вру. Я однажды видела ее в магазине. Это было в Германии еще летом или когда я там была. Я уже не помню, где она была. И я даже делала опрос. Сыты ли мне покупать эту косметику на обзор или не стоит? Вы сказали, стоит, а я хотела ее купить. Но там ничего не было, кроме уходового. Уходового вообще. Все. Был только уход и тонак. Но сейчас я заказала себе адвент-календарь, на который делала распаковку в прошлом видео. И благодаря тому, что я купила адвент-календарь, я стала интересоваться, что еще есть у них из косметики. И накупила себе монокотик. Поэтому сегодня мы будем делать с вами полноценный обзор на декоративную косметику от Милли Боу Ви Браун. Florence by Mills. Сектор гроб на барабане. Так, эту порнографию снимаем нафиг. Я не знаю, чем руководствовалась, когда я решила, что мне это нужно. Хай! Больно. В честь того, что у нас сегодня сиреневая косметика, у меня даже сиреневый фон на заднем плане. Хотя обычно у меня он всегда оранжевый. Еще, на самом деле, я достаточно сильно бешусь и без настроения. Потому что мне кажется, что в последний раз, когда меня постригли, меня постригли как-то очень криво. Я не могу нормально укладываться, потому что все просто ложится очень хаотично. И это не то хаотично, которое мне нравится, а хаотично, которое буквально выглядит плохо. Поэтому вот. Пожалуйста, не говните меня за мою прическу. Мне тоже она очень не нравится. К сожалению, я ничего не могу подделать, пока волосы не отрастут, блин. Да е-мое, она даже когда вот так вот ее убираешь, она все равно живет своей жизнью. Плохо! За что мне это все? Ладно, бубнеж отставить. Давайте начнем с тонального крема. Он вот в такой вот упаковочке. И стоил он вот столько. Я не помню, сколько он стоил, поэтому на монтаже я вставляю, сколько он стоит. Пока снимаю видео. Так, я выбрала самый светлый оттенок. И мой номер получается... А-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А где можно номер посмотреть? А, F010. Боже, я просто умоляю, пожалуйста, пусть эта косметика будет лучше, чем косметика Селена Гомос. Потому что если я разочаруюсь, я буду в ужасе. Кстати, у меня на губах сейчас вот эта вот штука, потому что только что снимала адвент календарь, и там был вот этот бальзам. Честно говоря, я не думала, что он настолько красный, настолько тинтовый, но он оказался красным тинтовым и классным. Поэтому по второму кругу вот этот вот бальзамчик я накладывать не буду. Все мое мнение о нем я высказала в адвент календаре. Сначала я снимала видео сидя на коленях и поняла, что я устала. На стульчике лучше. Сейчас будем наносить тон. Я буду наносить его так, как наношу всегда. Я наношу кушоном, потому что кушоновым спонжиком. Это мой любимый кушоновый спонжик. Лучше него у меня ничего нет. Когда я тестировала косметику Селена Гомос в прошлый раз. О, наконец-то. И там был, откровенно говоря, очень странный запах. Я даже подумала, что испорчен, но нет, он просто странный. Так вот, когда я тестировала косметику Селена Гомос, там был, откровенно говоря, ну не очень удачный тон. Ну настолько неудачный, что менее удачного тона мне трудно себе представить. То есть это прям вообще максимальная хреновня была. Естественно, я об этом сказала, причем достаточно деликатно. Но тон был просто ужасный, вот честно. И что значит происходит? Огромное количество людей, ну видимо, которые очень сильно любят Селена Гомос и не допускают того, что у него может быть какой-то некачественный продукт, стали упрекать меня. Кто-то в том, что я не увлажнила кожу. Я увлажняю кожу всегда. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я всегда наношу очень хороший крем. На него я всегда накладываю любое тональное средство, как базу. И тот день не был исключением. То, что я сказала, что я не использовала базу, я сказала, что я буквально не использовала базу под макияж, под тон. Потому что я вообще никогда ни с одним средством не использую. Раз. Два. Мне сказали, что я вот пытаюсь сделать тон неправильно, потому что я наношу его спонжиком. И надо наносить его исключительно кистью из коллекции Селены Гомос. Но при покупке мне никто не говорил о том, что тон Селены Гомос наносит исключительно кистью от Селены Гомос. Ну, короче, просто какая-то жесть. И типа, я реально до сих пор это не понимаю, почему столько ненависти было. Из-за того, что я сказала, что плохой продукт, который очевидно плохой, ненормальный, а плохой, он внезапно вам так сильно понравился. И вам нужно было его обязательно защищать посредством того, чтобы унижать меня. И, там, не знаю, подвергать сомнению мою адекватность. То есть, специально не увлажнило лицо, то специально высушило тон, то там специально не купило кисти. Какой-то просто бред! Пока бомбила, нанесла тон, как бы здесь дела однозначно супер хорошо. То есть, я не могу сказать, что тон моим любимым, но я могу сейчас сказать, что он достаточно неплохой. Он плотный, он действительно светлый, несмотря на то, что он плотный, он выглядит как-то что-ли натурально. Сейчас я закончу с ним и полностью вам все расскажу, что думаю. Что ж, в целом у меня нет никаких претензий к этому тону. Он достаточно легкий, при этом он достаточно плотный, то есть, он все перекрыл. У меня даже здесь какой-то прыщ был, здесь у меня вот эти вот следы от удаления розинки. Ну, короче, он прям реально все очень хорошо перекрыл. При этом он не матовый, то есть, он выглядит максимально естественно. И, возможно, нанеси я его более тонким слоем, он бы выглядел а-ля как моя вторая кожа, которая просто, знаете, в таком улучшенном а-ля состоянии находится. Короче, тону этому я предварительно ставлю максимальный лайк. У меня к нему никаких вопросов нет. Единственное, что было очень странно, должна вас предупредить, если вдруг будет заказывать. Когда я его открыла, он очень странно пах, знаете? Он пах испорченной косметикой. Я просто не стала раньше времени панику наводить. И я его нанесла на руку, на лицо, запах какой-то был, но этот запах испарился через 1-2 секунды, что никак не могло бы произойти, если косметика была бы испорчена, потому что, если косметика испорчена, этот запах, он бы и сейчас меня покрывал. Но я предполагаю, что, возможно, просто была какая-то там, не знаю, хреновый пластик или, может быть, какой-нибудь там, не знаю, хреновый элемент попал. Господи, как много у нас сегодня слова хренового? Короче, я не знаю, что произошло, но сначала запах был, теперь запаха нет. В целом нормальный тон, буду им пользоваться, ничего не могу сказать. Следующий этап у нас с вами гель для бровей. Он у нас прозрачный, выглядит вот так вот, и, соответственно, единственная его задача будет все это фиксировать. Кстати говоря, очень важный момент. Вся косметика Милли Бобби Браун не тестируется на животных, по крайней мере, на данном этапе, так как, насколько я понимаю, ее сейчас не продают в Китае. Кстати, вы знали такой фан-фэкт? Поправьте, если я не права или если я не супер углубленно изучила вопрос, но, насколько я понимаю, то есть даже те бренды, которые не тестируются на животных в Европе, если у них есть продажи в Китае, то, соответственно, там они на животных тестируются, потому что иначе невозможно выйти на рынок Китая. А любой бренд хочет выйти на рынок Китая, потому что он очень крупный. Скажите, пожалуйста, как бренды, которые, типа, сценируют себя как cruelty-free, как они решают этот вопрос? Потому что я на него не нашла разумных ответов. Все очень по-разному пишут на этот счет. Тем временем, я даже не поняла, что делать со своими бровями, а я с ним вообще хоть что-то сделала. Очевидно, если я хочу протестировать, я должна их уложить как минимум наверх. Брови у меня послушные, в плане, что их очень легко куда-то зачесать, поэтому даже такое не очень крутое средство обычно справляется. Здесь я вижу у нас какие-то трудности, потому что брови у меня что-то пока не получается зачесать. Возможно, это связано с тем, что очень маленькая щеточка, которая для лично моих бровей не подходит. Но у меня не самые толстые, не самые плотные брови в этом мире. Так что очень-очень хороший вопрос. Но они прям не поднимают, видите сами. Эй, что ты не поднимаешь? Только вот здесь вот как-то работает. При этом у меня так много геля, что я его вижу вот здесь, он даже тональник в каких-то моментах подсобрал. Что это такое? Я не понимаю. Давайте вернемся к обсуждению вот этого элемента позднее, потому что сейчас я разочарована, но настроение у меня все очень хорошее. Поэтому подожду пару минут, пока оно там, не знаю, зафиксируется, что-то с этим произойдет. И пока мы будем за всем этим наблюдать, предлагаю открыть самую интересную для меня часть. Это палетку теней. Короче, палетка называется Убу. Не знаю, к чему эта отсылка. Возможно, к Уфо, возможно, к Уву. Я не знаю. А возможно, это вообще Абу. Без понятия. Открываем. Сама палеточка выглядит вот так вот. Она хроматичная, очень красиво выглядит. Если честно, напоминает упаковочки от Essence, но это не хорошо, не плохо. Просто выглядит она вот так. Из минусов здесь нет зеркала. Все-таки палетка за несколько тысяч рублей могла бы иметь зеркало в своем составе. А еще из минусов я впервые ее сейчас открыла, но здесь уже как будто ее до меня открывали люди миллион раз. Ну да ладно, не буду прикапываться. Мне главное, чтобы тени были хорошие. Давайте их посмотрим. Они выглядят... Ну, я не знаю, что они напоминают вам. Лично мне это напоминает в какой-то мере планеты. Вот это вот, например, мне прям кажется точно 100% планета, а здесь рандомные вещи. Правда, абсолютно никаких отсылок к планетам здесь нету. Только о том, что ты, например, красивая, ты креативная, ты умная, ты артистичная. То есть здесь просто перечислены положительные качества человека. Не терпится посвочить, ну, например, центральный оттенок. И это золотистый полупрозрачный хайлайтер. Просмотрим дальше, например, вот этот оранжевенький. Конечно же, куда без него. Ну, тут уже дела получше, но все еще он крайне полупрозрачный. Поэтому я так понимаю, что мы скорее сейчас должны подбирать какой-то а-ля корейский макияж, нежели какой-то более классический, стандартный в стиле Америки. Вот этот цвет вообще слабый, ребята, вообще нету. Хотя он такой набирается, знаете, с таким посылом, как будто вот я сейчас какого возьму, так он и будет просто серебряный металлик. По факту ерундень какая-то. Хочу понять, в каких цветах делать мне макияж, потому что что-то не очень с пигментацией. Тени осыпаются. Ох, ребята, походу, конечно, будет сейчас разочарование глобальное. Вот я делаю свотчи, и свотчи меня, ну, мягко говоря, не радуют. Предлагаю проэкспериментировать на один глаз, сделать базу под тени, хотя я не использую базу под тени очень редко. На другой глаз не используем базу под тени и сделаем какой-нибудь такой, ну, а-ля пастельный цветной макияж. Блин, мне очень грустно, потому что мне реально нравится Эмили Больби Браун, и концепция косметики мне нравится, но что-то пока что, кроме тона, я не могу особо как-то что-то похвалить. Короче, на левый глаз, возможно, для вас на правый глаз, я не знаю, какой это у вас глаз, разворачивать зеркаль это или нет, я наношу базу под тени от Urban Decay. Это отличная база, одна из моих самых любимых, поэтому я точно гарантирую, что с ней должно быть лучше, как бы блок не было. Но мне не хочется, чтобы было плохо. Сюда. Так, я буду делать макияж вдохновленный, такой субкультуры, как пастельгот, я не знаю, помните вы их или нет, на, по-моему, пинтерсе одно время были очень-очень популярны, так что постараемся сделать макияж вдохновленный именно этим стилем, потому что цвета, ну, прям вот они максимально отсюда. Сейчас беру белые тени, наношу в качестве базы на все подвижное и неподвижное, и внизу, и наверху, и везде века. Этот глаз у нас с базой. Этот глаз без базы, но я думаю, достаточно очевидно, что разница в фигментации все-таки есть, и база в данном случае... А-а-а-а... А-а-а... В целом, к нанесению белых теней у меня много вопросов. Сейчас уже есть очень много брендов, которые делают классные белые тени, поэтому здесь что-то как-то не докрутили однозначно совершенно. Беру зеленые и наношу... Беру зеленые и века. Вот так. А теперь без базы, но на белый цвет. Ладно, я не вижу особой разницы. Теперь я беру голубой. Предварительно немножечко очищаю кисть и свою руку. Профессиональные визажисты так не делают, но я же не профессиональный визажист. Пам-пам-пам... Наносим сначала отдельно. Вот так вот рядом с зеленым, а потом уже будем потушевывать. Ладно, ребят, кажется, я зря погорячилась и поспешила. Все-таки не такая уж и плохая пигментация у теней на носочках у меня она показалась абсолютно отрадительной. Ну и даже здесь, в принципе, не так уж и плохо. Для перехода беру зеленый цвет и уже на плоской кисти вот сюда вот на стык наношу. На стык на стык и немножечко заходя за линию на голубой. Двигаю кисти, правда, только в одном направлении. Если будете двигать туда-сюда, у вас грязь будет. У меня одна проблема, которую пока не могу решить. Пятна. Тени ужасно пятнят. Вот именно сиреневые. С синим и зеленым у меня такой проблем не было, но здесь просто какая-то катастрофа. Я его наношу так, я его наношу сяк. Он просто вот, что бы ты ни делала, он по какой-то причине наносится пятном. Я уже не понимаю, что этим можно сделать. Может быть замазывать его, я не знаю, вот этим, вот каким-то бежевым сюда куда-нибудь по краям. Потому что, ну, реально невозможно. То, что вот эти вот пятна странные, причем какие-то очень темные. Как вообще от них избавиться и зачем они мне нужны? Для меня лично сиреневые и желтые тени далеко не самые сложные в работе. У меня гораздо куда больше проблем с синим и зеленым спектром. Поэтому я в целом в ужасе, что мне именно с сиреневым цветом, с которым мне в данном ситуации легче всего работать, почему-то какая-то ерунда произошла. Ну и в целом на фоне вот этого вот синего-зеленого, который достаточно яркий, в какой-то причине сиреневый, который с ними находится рядом и, в принципе, тоже достаточно насыщенный, выглядит странно. Непонятно. Короче, прошло 10 с половиной миллионов часов. Я растушевывала, чем могла, но ничего не помогало. Единственный момент, который я думаю, что может спасти, взять персиковый, прям на такую огромную кисть и затушевать его, а-ля это такая авторская задумка в румяну вывести. Потому что как это по-другому вообще обыграть, я честно не знаю. Ну и оранжевый, кстати, тоже какой-то странный, потому что, ну, вот чтобы с такой ситуацией сталкиваться, когда и оранжевый ложится к каким-то странным мини-фантным пятнам, это у меня впервые, ребята. Ну почему, почему косметика на мини-тости такая вспомнительная? Боже, а впереди у нас еще Кайли Дженнер с вами. Ну у нее вроде нормальная косметика, насколько я знаю, и по отзывам я слышала, говорят только то, что люди недовольны, что они делаются или делались на том же заводе, что делается Colourpop, который стоит 9 долларов, а ее палетка абсолютно такая же, которая даже на один в один, как у Colourpop, при всем при этом стоит сильно дороже. Ну да, оранжевый как-то спасся, конечно, ситуацию, спустим в очередной раз оранжевому, но так не должно быть. Ладно, у нас тоже сделаем. Модородок. В принципе, сойдет. Добавим вот этот центральный хайлайтер. Учитывая, что это вообще тени не хайлайтера, выглядит достаточно хорошо. Да, я делаю контуринг носа тенями розовыми, которые у меня есть в палетке, и белыми. Так что у меня такие макияжи вообще не идут, особенно без стрелок, но у нас нет подводки. Поэтому сейчас подумаю, что я не поделаю. Тогда я выгляжу очень странно, я выгляжу как какой-то долбанутый клоун. Более клоунский, чем обычно даже. Не. Ну ладно, это все в целом спасло ситуацию. Единственное, что мне не нравится, блин, зеркала, конечно, реально не хватает. То, что конкретно-таки не хватает бровей, ну и вот эта штука нифига не держит. У меня бровики были вначале, такие и остались, как будто я вообще ничего и не расчесывала даже, не пыталась это все уложить. Еще у меня есть вот такие вот тени. Я на них очень рассчитываю. Я надеюсь, что это реально как тени сейчас будут выглядеть, а не как пигмент. Потому что, фух, это реально тени. Смотрите, как интересно выглядит там все внутри. Ты достаешь вот такую вот штучку, и она наносит тебе сияшку. Я так понимаю, что это нужно взбить, чтобы мы получили тени. Блин, прикольно, такого формата я не видела. И сейчас вот это вот все безобразие я буду перекрывать этими тенями. И оно будет блестеть, мерцать и, возможно, будет еще даже краше. Слушайте, тени прикольные. Но меня очень бесит то, что эта штука гремит. Как будто она плохо зафиксирована. Так, Милли Бобби Браун, почему у тебя не зафиксированная щетка? Тени отличные, но как пользоваться этой не зафиксированной щеткой, которая трясется? А если я сейчас куда-нибудь в сторону толпынусь? А если я себе в глаз попаду? Блин, нет, тени хайповые вообще, класс. Вы видите разницу между этим и этим глазом, я надеюсь? Ой, мерцание появилось. Вот эта штука мне нравится. Ее буду использовать. Хайпово, хайпово. Смотрите, потемнее вам и сделала. Оно прям блестит, сияет, переливается. Не знаю, какой глаз мне нравится больше, с блеском или нет, но выглядит приколдесно. Жаль, туда палец никак нельзя засунуть. Бесполезно. Так было бы гораздо проще. Ставлю ей 9 из 10. Если бы она была нормальной и можно было туда засунуть палец, я бы ставила 10 из 10. Прикольные тени. Да, не помню. Вот так вот отдельно нанесем, как хайлайтер. Ну да, они прям такие сопроедренные. Но при этом они не делают вот этот вот, знаете, оля такой дешевый блеск, как, по крайней мере, мне сейчас кажется. Вроде выглядит очень сносно и от кайф. Надеюсь, что этот макияж будет выглядеть хорошо. Но мне очень хочется нарисовать стрелку. Тушь нравится. Сначала я подумала, что это очень хорошая тушь. Потом я увидела ее цену. Я подумала, что это не такая же хорошая тушь, потому что она, ну, просто норм. Мои верхние ресницы выглядят неплохо. Мои нижние ресницы выглядят достаточно скудно. То есть, если на нижних ресницах на моих тушь не делают какой-то вау-эффект, значит, что тушь, ну, на самом деле, себе такая и не супер вау. Потому что с верхними у нас все хорошо, а вот с нижними у меня проблемы. Поэтому, ну, тушь типа на четверочку. Если мне нужен какой-то эффект больших, длинных, там, не знаю, подкрученных ресниц, то да, она класс. Если же хотите чего-то поярче, то не класс. И теперь приступаем к самому последнему моменту. Это помада. И вот, на самом деле, на помаду у меня большое ожидание, потому что мне очень нравится ее текстура. Она как будто бы сразу на ваших губах оставляет красную подложку, достаточно плотную, видите? А снаружи как будто лак. То есть, такое ощущение, как вот это матовые губы, которые прокрасили сверху блеском. Мне эта косметика очень нравится, очень близок. Так что сейчас мы это тестируем. Что ж, помаде можно поставить с 10 из 10. Она реально здоровская. Так что, если вдруг вы хотите поснакомиться с этой косметикой, я, наверное, бы рекомендовала начинать с этой помады, потому что она очень необычная. Она, по-моему, похожа на корейские тинты. У них есть некоторые такие бренды, но если вы не фанат корейского, вам хочется косметику Милли Боб Браун, пока что самый лучший продукт, который я здесь видела, это вот такие вот тени. Это буквально тени, это не хайлайтер. И вот эта помада. В целом, все остальное, не могу сказать, что какой-то мне прям суперсильно понравилось, серия косметика и косметика, но хотелось бы большего. Обязательно глядите видео с адвент-календарем. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых встреч. Я сейчас села заканчивать снимать видео и подумала, может быть, ради интереса все-таки нарисовать стрелку, хотя бы посмотреть, как будет смотреться. И да, даже с коряво нарисованной стрелкой, которую я нарисовала вообще непонятно, какой-то маленькой микроподводкой, выглядит, конечно, гораздо лучше. Но все равно это не оправдывает тени. Потом он же просто потрясающий! Я дополнительно купила вообще целую кучу всего, еще пусть там валяется. Я не понимаю, он весит так, как будто здесь только полноразмерки. Большой, он весистый. Блестяшки, сияшки, подсветка. Как вы думаете, что это? Это похоже на какие-то дрожжи, но они же не могли еду положить сюда. Ой! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вань, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Куда ты? Нет, 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 нет! Только не баку граната! Я чувствую себя странно, потому что я довольна! С лавандой!